Ульяновская правда Ульяновская правда вновь посетила нашу старую знакомую. Ветерану войны Нины Ивановны Еремеевой 3 года назад сгорел дом. В начале нашу съемочную группу бабушка встретила неприветливо. Устала от внимания, которая сменила всеобщее забвение. Но потом растрогалась и пригласила жилища. Изменения в быте сразу заметны. На полу стоит новенький газовый котел. Не нас ждала Нина Ивановна, а газовиков, которые должны были прийти с минуты на минуту и удрузить подарок на законное место. Под него уже прорублен окошечко в стене дома. На газовый котел Нина Ивановна радоваться не может. Я не знаю слов не найду, я плакаю каждый день. Сейчас радуюсь. Ага, все народу. Самое главное, кто мне здесь хозяева. Спасибо большое-большое. И мотством не знаю. Котлом подарки не закончились. Бабушке привезли новый холодильник. Правда, пока он еще не подключен. Протекает крыша. И так до очередного пожара недолго. Кровлю обещают подлатать, чтобы Нина Ивановна могла перенести в избу уцелевшие от огня нехитрый скарб. Спасибо всем-всем. Ну пока жду. Еще дальше лучше. Крыша текет, еще крыша бы помогли бы мне они. Я встану мелочи как-нибудь по. Как-нибудь по. Вот так. Откликнулись на призыв о помощи не только представители власти, но и простые жители города. Кто продукт им поможет, кто чего-нибудь из медики принесет. Это очередной раз подтверждает истину, что мир не без добрых людей. И зря в последнее время мы стали ее забывать. Пока готовился сюжет, нам стало известно, что котел установили. Осталось дело за крышей. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.